Давайте разберем ваш вопрос. Нахожусь в положении, а свекровь, которая за 7 лет вообще ни разу не общалась, начала лезть в семью. Каждый раз спрашивает, какой срок, где будешь рожать, что кушаешь, еще куча нелепых советов. Внутри хочется ответить, да вот не знаю как. Так, чтобы свои границы отстоять и чтобы не прям грубо. Ну, смотрите, здесь история такая, что чисто технически можно это сделать с помощью техники Я-сообщений. Вы можете изучить ее в интернете, но, конечно, наиболее эффективно будет, если вы с психологом будете непосредственно ей обучаться, потому что чисто внешне может казаться, что это достаточно просто, но по факту выясняется, что есть свои нюансы, которые, в общем-то, можно проработать только за специалистом. Поэтому чисто технически, это техника конструктивного общения через Я-сообщение. Вот. Существуют и другие, но, в принципе, ну и более эффективно, наверное, все-таки это. Вот. Ну, я бы хотел, наверное, больше затронуть те аспекты, которые вы здесь не затронули, но которые мне показались весьма интересными. Смотрите, вы задаете вопрос, который вам чего-то стоит. В том смысле, что вы вкладываетесь в этот вопрос деньгами. Вот. Может быть, конечно, небольшими, но деньгами. При этом сам вопрос, он достаточно короткий у вас, и, в общем-то, сводится к тому же, что вы хотите, чтобы мы помогли вам подобрать такие слова, которые бы отвечали вашей цели. И свои границы отстоять, и не так, чтобы прямо грубо. И вот это странно, потому что, ну, вы же не считаете, например, что мы знаем лучше, какое построение фразы, да, вас устроит. Вы же не думаете, что мы знаем вас правильно, а какие-то унифицированные фразы здесь вряд ли помогут. Поэтому мне кажется, что вам самой, в принципе, вполне реально найти такие слова для свекрови, которые вам будут подходить. Ага. Но при этом, которые будут идти из вашего сердца. Да? Другой вопрос. Сможете ли вы это сделать? То есть, сможете ли вы дойти до того, что в вашем сердце сможете ли вы увидеть, что это кроме, вот, обиды, которые у вас совершенно очевидно сейчас присутствуют? Я, конечно, сейчас рискую ошибиться в своих предположениях и опираюсь я исключительно на свой опыт, который может быть в вашем случае совершенно неподходящим, но мне кажется, что вы вполне можете соперничать со свекровью, вполне можете как-то конкурировать с ней. Вас может не получаться воспринимать ее просто как маму вашего мужа. Фактически она уже бабочка. Вы до сих пор видите в ней что-то серьезное. Вы до сих пор видите в ней какую-то угрозу для себя. Вы как будто бы не уверены в себе. Знаете? Потому что боитесь обидеть. Нет. Обидеть на самом деле не надо. Это очень, знаете, такое хорошее качество, что вы не хотите обидеть пожилую женщину, пожилого человека. Но здесь есть тонкая игра между тем, что я не хочу обижать человека до того, что я предаю себя. Вот если вы, условно говоря, предаете себя, то фактически выступает собой противоречие, фактически вы нивелируете все плюсы от того, что не заботитесь о другом. Потому что да, может быть вы там не будете грубой для свекрови, например. Но вы как бы себя продадите и как бы с толку от этого. Вот. Поэтому здесь следует разграничивать, когда вы откровенно грубый. И когда человек обижается, ну скажем так, на правду или на искренность, не желая признавать что-то, не желая учитывать что-то, не желая меняться, корректироваться и так далее. Я думаю в том, что делает свекровь, вы видите для себя некоторый обесценивающий фактор. Мол вот, как только у меня появился ребёнок, как только я забеременел, адам свекровь сразу стала мной интересоваться. То есть это некая такая вот обесценивающая тенденция, что вы в сокрови неинтересны, а вот как бы ребёнок, вот её внук, вот это да, это то, что ей интересно. Получается, что вы, в общем-то, ну по сути не самостоятельны, да. Получается, что вы чувствуете, что интересно только вот из-за своей беременности. Это вам, конечно, неприятно. Но здесь надо сказать, что неприятно было бы кому угодно, ведь дело не только здесь, собственно, вас, да. Это кому угодно было бы неприятно и, на мой взгляд, совершенно нормально чувствовать негатив по данному поводу и по данному аспекту. Другой вопрос, с чем это связано? Связано ли это с тем, например, что вы не уверены в себе? Связано ли это с тем, что у вас были какие-то ожидания от сокрови? Или может быть с чем-то ещё? Понимаете? Обратите внимание, вы говорите о том, что она лезет в семью, но она при этом проявляет типа заботу о вас. И, на мой взгляд, вы здесь обобщаетесь. Она лезет к вам, а не в семью. Потом, возможно, она будет лезть к вашему ребёнку. Да, да, уже можно будет говорить о том, что она лезет в семью, но пока что она лезет к вам. И мне кажется, что уже вот здесь, на этом этапе, вы несколько не разграничиваете, как бы, историю. Следующий момент. Я не думаю, честно говоря, что вообще это ваша такая вот прямая обязанность, так скажем, разбираться со свекровью. Я думаю, что вообще-то это задача вашего мужа поговорить со своей мамой. Вот. И объяснить ей примерно, как, ну, обстоят дела. Да? То есть, в конце концов, вы с ней не родные люди и, соответственно, коммуникация у вас развита не в полной мере. Поэтому, когда вы говорите про то, что у вас есть некоторые трудности с свекровью, хочется, честно говоря, спросить, а как у вас отношения с мужем? Да? Как бы. То есть, вот, ну, как вот вы себя ощущаете в отношениях с мужем? Вот. Ну, если у вас взаимопонимание, вот, как бы, ну, между вами и вашим мужем, я имею в виду, и так далее. То есть, это тоже очень важный момент. Да-да. Следующее, на что мне бы хотелось обратить ваше внимание. Внимание. Это на то, что вы чувствуете, когда свекровь вам вот, ну, вот, спрашивает вас об этом, о том, о чем она спрашивает. Что вы чувствуете? На мой взгляд, это такой, достаточно, достаточно важный аспект. Вот. Потому что я бы сказал, что если вы ощущаете власть, например, то с этим чувством нужно работать, как мне кажется. И учиться конструктивно, конечно же, для себя ее выражать. И в целом, работа с личными границами предполагает выражение своей злости. Но в достаточно приемлемой форме, скажем так. Вот. Что значит в приемлемой форме? Это так, чтобы отражать именно ваше состояние, именно ваше чувство, ваше ощущение. Вот. Понятно, что он не всем и не всегда это может нравиться. К сожалению, это правда. Но тут уж ничего не поделать. Такова цена. Ну, а если вы хотите, чтобы вас уважали, то о себе нужно заявлять. А если вы хотите, чтобы уважали ваши личные границы, то их, как минимум, имеет смысл четко обозначить. Если вы этого не сделаете, то как другой человек поймет, что, в общем-то, у вас личные границы присутствуют. Вот. Если, например, он не привык к тому, что они у вас есть. Вот. Не хочется этого говорить, конечно. Но ваш запрос, так скажем, вызвал у меня ощущение некоторой такой... сложности выбора. То есть, как будто бы вы не можете для себя определиться. Вот я хочу, я хочу как-то границы выставить свои. Или грубо не хочу показаться. Потому что в полюсе, к сожалению, одно исключает другое. Я думаю, вы это понимаете. И баланс между этими двумя плюсами, казалось бы, несовместимыми, вам нужно найти самой. Это именно то, что вам нужно почувствовать, что да, о, вот это меня устраивает. О, вот так я хочу. Понимаете, да? Поэтому тут вот важный момент. И мне кажется, что, опять же, в соответствии со своими ценностями, в соответствии с вашими приоритетами, нужно здесь выбирать. Вот. Ну и, конечно, в такой ситуации, в ситуации, в которой оказались, есть проблема ощущения почвы под ногами, как правило. То есть, ну, вот это чувство некой такой, может быть, защищенности и чувство, может быть, некой такой, ну, скажем, соборы, например, опять же. Вот. Вот. И мне кажется, что эту почву под ногами вам в любом случае нужно постараться найти. Вот. В этом, опять же, он вполне способен помочь психологу и вполне способен помочь консультации, которая о психотерапии. Которая, в принципе, просто обратит ваше внимание на те вещи, которые вы сейчас не замечаете. Вот. Подумайте еще о том, подумайте еще о том, вот во фразе «Свикровь за 7 лет вообще ни разу не общал», вот подумайте, что вы вкладываете в эту фразу. Ну, то есть, ну, грубо говоря, какое для вас это имеет значение вообще? Вот. Потому что, ну, в принципе, не общалась, не хотела общаться, да? Как бы. Но вас это, видимо, вот задевает. Вас это, видимо, задевает. И вот, конечно, очень важно увидеть для себя задевает ли вас это. И чем? Об этом тоже, в принципе, поговорить как с мужем, так и, может быть, со Свикровью. Вот. Сейчас, когда вы в положении, вряд ли у вас игрок будет идти на прямой конфликт. Ну, вот. Как бы, хороший повод, в принципе, поговорить и как-то вот, ну, раскрыть, может быть, карты, вот, и расставить, так сказать, некоторые приоритеты, которые есть у вас. Вот. Вообще, я думаю, что на глобальном уровне вы склонны как-то вот пренебрегать собой. Вот, может быть, ставить во главу угла, там, других, например, своего мужа и так далее. Вот это вам, скорее всего, аукается вот в такой вот форме. Не очень приятно. Вот опять же момент, связанный с ребенком, да, то, что вы сейчас в положении. Вот тоже хочется, хочется вас в этом, в этом контексте тоже спросить. А вот ребенок-то вообще значение для вас какой месяц? Вы забеременели, потому что, в принципе, добились в карьере всего, чего хотите на данный момент или как? Действительно, на самом деле, мне кажется, очень такой вот важный момент, вот, на который я бы, да, я бы также хотел бы обратить ваше внимание. Потому что, на мой взгляд, на это стоит обратить внимание. Вот, ну, в принципе, все. Пожалуй. Вот, на этом все. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, вам это было интересно. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу, да, позволю вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Обращайтесь за помощью.